Всем привет! Это завтрак на бегу. Собираюсь на работу. Сегодня суббота. Я люблю субботы, потому что в субботу на работе с утра меньше завала. Сегодня у меня бутербродики. Надо было хлеб доедать. Я пожарила мяско. Курица отварная была с лучком, с морковочкой, с перчиком, с зелёным луком. В общем, всё смешала, добавила аджику. Получилась такая вот намазочка на хлеб. Ещё сверху халапень положу в баночки. У них там пью кофе. Оттренний напиток мой. И салатик немножко взяла. Чуть соскучилась. Давно не ела своих салатов. Вот. Цветочек мой цветает, к сожалению. Остались маленькие жёлтенькие цветочки. Как странно, на одном цветке могут быть разноцветные цветы. Ну, мне бы рассказал папа, но его, к сожалению, нет с нами. Вот. Вчера читала «Религию Хиллбиля». Ближусь к концу. Вот. Автор тут рассказывает про свою бабушку. Она такой интересный персонаж. Знаете, такие боевые бабушки были. Вот. И жалко, что скоро закончится. Наверное, всё-таки поищу сериал. Хочу на эту бабку посмотреть. Вот. Вчера вечером начала читать Оверченко. Я прочитала в одну статью один рассказ. Рассказ. Рассказ классный, вообще. Мне понравилось. Чё, как я вот раньше была незнакома с творчеством Оверченко. Мне кажется, я много упустила. Глупая мать не могла понять, что для пятилетнего ребёнка протёкший год это что-то такое громадное, монументальное, что как монблан заслоняет его от глаз предыдущие четыре года. И с годами эти монбланы всё уменьшаются, уменьшаются в росте, делаются пригорками, которые не могут заслонить от зорких глаз от зрелого человека и его богатого прошлого. Ниже, ниже делаются пригорки, пока не останется один только пригорок, увенчанный каменной плитой, дубокосившимся крестом. Вот. Год жизни наглухо заслонил от доди прошлогодние блины. Что такое блины? Едят их. Можно ли на них кататься? Может, это народ такой блины? Ничего, в конце концов, неизвестно. Забавный такой рассказ. Называется «Бленный доди». Если что, почитайте. Пишите, как вы там с утра по выходным отдыхаете или работаете, как я. Чем завтракаете в выходной день? Куда спешите? Читали ли вы Аверченко? Пишите, ставьте лайки. Информация моя в других соцсетях будет внизу. Всегда буду рада пообщаться с вами. Всем хорошей книг и вкусной еды. Пока-пока. Пока-пока.